На девятнадцатом шаге качество модели достигает максимума и перестает улучшаться. Больше уже не отсеивается ни один профиль. Ну, собственно говоря, скорректированный R2 существенно больше. 0,5 R2 еще чуть-чуть, чуть-чуть больше. Таким образом, эта модель уже позволяет более чем в половине случаев правильно предсказывать поведение респондента в зависимости от предикторов. Мы называем эту модель первой моделью. Сюда вынесены ее характеристики. Так, вот R2, скорректированный R2. И вот предикторы, которые влияют на зависимую переменную. Все они имеют прекрасный уровень значимости. Проинтерпретируем эти предикторы позже в сравнении с второй моделью. Что за вторая модель? Ну, мы называем ее нулевой моделью. Нулевая модель характеризует респондентов, которые на этих девятнадцати шагах были отсеяны из рассмотрения. Таких респондентов у нас 640. Сохраним их в отдельный файл. Всего было запущено 22 шага, но последние три шага уже не дают совершенно никакого улучшения. Итак, то, что было изъято из рассмотрения, мы возвращаем в рассмотрение. А все остальное для высшей наглядности просто удаляем. Сохраняем файл под новым именем. Удаляем все переменные со стандартизованными остатками и повторяем для этого файла ту же самую процедуру, благо она у нас уже есть в синтаксе. В данном случае уже на первом шаге мы получаем р-квадрат 0,386. Скорректированный и обычный р-квадрат 0,4. Тем не менее, это нас не удовлетворяет, поскольку меньше 0,5. Переходим на второй шаг, и вот уже почти 0,6. Причем дальше, по-моему, улучшения не происходит. Итак, на втором шаге достигается оптимальная модель. При этом у нас 600 человек остались в модели, а всего у нас было среди попавших в нулевую модель, попавших для рассмотрения.